По поводу Киркозона, я на самом деле очень сильно волновался, что я просто-напросто не найду вообще о нем никакой информации, потому что где-то, наверное, пару лет назад, может быть, три года, я смотрел несколько книжечек по Киркозону, и там было описание такое, какое-то невнятное, водянистое, ну, лекарственен, ну, очень ядовит, но очень лекарственен. Ну, ядовит, ядовит, вот где-то по трем-четырем источникам я смотрел, я прочитал это, мне прям тошно стало, потому что растение, на самом деле, своим габитусом, своим внешним видом, оно вызывает яркий интерес. Если у всех, у большинства, скажем, растений такая достаточно жесткая, защищенная для средней полосы листовая пластинка, она либо, ну, такая плотная, кожистая, с дубильными веществами, то Киркозон, он как будто вылеплен из такого мягкого воска, такой какой-то художественный гуманитарий, ну, вот что-то вот такое, это вот я так вижу Киркозон, как художественный гуманитарий. Сложно сказать. И цветки у него такие нежные, прямо нежнейшие. И действительно, поэтому хочется его как-то использовать, хочется что-то о нем рассказать. А когда ты встречаешь такую информацию, что тошниловка, и ты в замешательстве, что же о нем можно рассказать? Но спешу обрадовать тебя, мой зритель. Я нашел концентрированную, сочную и актуальную информацию по Киркозону. Даже с источниками удалось проработать 2005-2013 года, то есть это сверхактуалочка. Сейчас я все подробно расскажу. Родовая латынь растения Аристолохия происходит от двух греческих слов. Это Аристолохия. В совокупности это переводится как благоприятное рождение, то есть человека. Это нам говорит о том, что в былые времена, когда растение именно так называли, оно использовалось, скорее всего, для рожениц, для беременных, то есть для рождения ребенка. Видовая животынь растения Клематитис переводится как ломоносовидный и дана по аналогии с ирисом, то есть ирис сложно аировый, из-за того, что у него листья, как у аира. Тут то же самое ломоносовидный, потому что побеги Киркозона очень похожи на побеги ломоноса или Клематиса, название, под которым он больше известен садоводам, огородникам. В народе растения называли меч-трава, змеевник, злая трава, лихорядочная трава. На самом деле невооруженным ухом можно услышать какой-то такой негативный оттенок, наверное, не негативный, а предостерегающий от чего-то. То есть конкретное растение действительно какое-то такое, то ли мистическое, недоброе, то ли вот что-то нам эти названия хотят сказать. По поводу змеевник я могу сразу прокомментировать, что растение использовалось тождественно такому же пойменному растению, как и Киркозон, это ластовый ласточкин, и также одному лесному растению, это копытинь европейский. Использовалось оно, как и они, от укусов змей. То есть и поэтому оно получило такое название змеевник. По поводу укуса змей хочу сказать, что это мы сейчас с вами знаем, то что яд змей, он бывает разной структурой, и одной сыворотки на всех змей не хватит. То есть она, допустим, от чего-то поможет, а от какого-то другого укуса она вообще не поможет. Но в стародавние времена такого понятия не было, что у каждой змеи свой яд. Это же тогда можно было вообще с ума сойти, где столько вакцины взять. Что, в лес за грибами не ходить, что ли? Но тут мне совсем не хочется развенчивать миф. Да и вообще это не миф, нужно просто внести некоторые уточнения. Аристолохиевая кислота, содержащаяся в киркозоне, действительно обладает неким антитоксическим действием против укуса змей. Но против конкретных змей, а именно против тайваньской кобры и полосатого бунгаруса. Например, против яда гремучих змей аристолохиевая кислота не проявит никаких антитоксических свойств. Очень важно отметить то, что киркозон ломоносовидный не используется официальной медициной. Но вот народной медициной он используется действительно по полной. И как противовоспалительное, и как противолихорадочное, противомикробное. Использовали его и как слабительное, и как перемочки против любого вида ломоты. Вот сошлюсь тут на конкретное имя. Интересные пометки этот травник внес в своей книге. Травник Рим Ахметов утверждает, что киркозон ломоносовидный. Очень хорошо помогает при тромбофлебите и варикозе. То есть, я так понимаю, что Рим Ахметов имеет в виду какие-то сосудоукрепляющие свойства киркозона. Или, возможно, разжижающие кровь. Тут уже совершенно сложно сказать, потому что расшифровки вот этому применению Рим Ахметов не приводит. Но очень интересная отметка об использовании киркозона, еще у него в книге есть, то что киркозон лучше всех помогает при акклиматизации. То есть, люди, допустим, приезжающие из других регионов, из других стран, буквально за полдня восстанавливаются, приток жизненных сил, никакого лежания в номерах. Но это тоже информация, которую я так даю. Нужно, конечно, подвергать сомнениям, потому что это все-таки народная медицина. И дальше я расскажу о по-настоящему сильных свойствах киркозона, а именно о его темной стороне. Киркозон ломоносовидный в своем составе содержит несколько алкалоидов, а именно ристахолин, магнофлорин, который содержится в огромном количестве растений, примерно в 10 семействах. Он в разных растениях содержится, обладает диуретическими и мягкими гипотензивными свойствами. И третий алкалоид – это коритуберин. Кроме алкалоидов, растения содержат горечи, дубильные вещества и самое интересное, что содержит аристолохиевую кислоту. Так что же по поводу ядовитости киркозона? В первую очередь ядовитость обусловлена двумя компонентами. Это алкалоид, аристолохин, впервые выделен шевалье, и аристолохиевая кислота, впервые выделенная вальцем. У алкалоида аристолохина множество явных биологически активных свойств. Это сильный диуретик. В опытах на кроликах он практически полностью парализовал их сердце. По поводу отравления киркозоном, почему-то больше всего травились лошади. И о лошадях написано практически во всех книгах по ветеринарной токсикологии как раз симптоматику отравления, лечения. Занимательный момент. Отравление киркозоном было не напрямую. То есть лошадь в свежем виде его сама не ела. То есть, видимо, он, может быть, был горький или жгучий. А вот непосредственно с другими травами, то есть примесь киркозона в сене с другими травами, лошадь потребляла и отравление не заставило себя ждать. То есть отравление развивалось постепенно. От первого дня к пятому, к шестому. То есть становилось хуже и хуже, шаткая походка у лошади, температура, вялость, слабость, отказ от воды. И вот своеобразный экватор был на пятый и на шестой день. То есть если после пятого и шестого дня лошади становилось хуже, то огромная вероятность была того, что лошадь покинет этот свет. А если ей становилось лучше, то шла на поправку. Интересно, что до полного восстановления приходило огромное количество времени. То есть даже если после пятого и шестого дня лошадь шла на поправку, у нее видели значительное улучшение, то до полного восстановления все равно приходило три месяца. Первая помощь при отравлении киркозона лошадям оказывалась приемом танинов и слабящих средств. Интересно, что есть свидетельство, что даже случайный контакт с киркозоном, то есть дотронуться до растения, киркозон мог оставлять на оголенном участке кожи человека аллергические реакции или даже ожоги. Сегодня пробовать заниматься такими перформансами у меня настроения нет. Я думаю, что попробовать было бы интересно. Потому что достаточно брюшевик-то он раскручен, то что он пузырики на коже оставляет. А на самом деле куча растений имеют такой эффект химических ожогов. Поэтому интересно узнать, а что же еще, какие же еще растения обладают такими свойствами. Еще интересно, что на Балканах киркозон называют волчьей пасть. И не просто так. В 1950 году произошел инцидент. Стали приходить пациенты в больницу и жаловаться на болезни почек. То есть по территориальному признаку и по симптоматике врачи определили, что скорее всего это какой-то токсин на них действует. Начали проверять почву, начали проверять воду. Но так ничего и не нашли. А искать на самом деле надо было начать с ветеринаров. Потому что ветеринары задолго до этого публиковали статьи, писали всякие бумажки, что лошади, выпасающиеся на лугах, вот в этих же районах, страдают от болезней почек. И что оказалось? Оказалось вот что. Первоначально лошади, лошади, ключевое слово. Как я уже говорил, лошади кормились сеном, в которых была примесь трикозона ломоносовидного. И травились именно вот этим компонентом. А в пищу к человеку он попадал таким образом, что он рос как и на лугах, так и на полях. И при сборе вот эта вот смоковница, плод трикозона, похож на инжир, он рассыпался, и зерна очень сильно походили на пшеницу и перемалывались вместе с мукой. То есть ты ешь хлеб, а киркозон уже в тебе мочит твои почки. И все это назвалось балканской эндемической нефропатией. Весь прикол был в том, что вот эта вот нефропатия, она в 100% случаев перетекала в почечную недостаточность у человека. И более чем в половине случаев она перетекала в рак. То есть рак мочеполовых, мочевыводящих путей. То есть это вот сколько растений я уже записал на видео. Это первое растение, которое настолько явно оказывает воздействие на организм. это все происходит именно от арестолохиевой кислоты, поскольку она является очень серьезным мутагеном и канцерогеном. А как мы знаем, эти вещества как раз и являются провоцирующими факторами опухолей. Следующий инцидент произошел в Бельгии из 92-го по 97-й год. Молодые женщины начали вращаться в клинику с болезнью почек, с жалобами на почки. Доктора начали свое докторское расследование и начали выяснять, что же их объединяет. Оказалось, что молодые женщины заказывали смесь китайских трав, после чего развивалась такая почечная болезнь. Когда детальнее разобрали состав этих трав, оказалось, что вместо заявленной стефании в составе этих трав находится крикозон. И ошибка произошла именно по невнимательности, потому что если по-китайски написать эти растения, там буквально в одном хирурглифе одна закорючка, они очень похожи пишутся. Из-за этого произошел заказ не той смеси трав. Как-то по сарафанному радио все это распространилось и начали употреблять эти травы. И в Бельгии вот эта болезнь получила название китайская нефропатия. И только в 2005 тире в 2013 годах эти два инцидента были объединены названием одной единой болезни, которая стала называться аристолохиевая нефропатия. То есть именно по названию вот этой вот кислоты, которую сумели выявить как причина вот этих болезней. различные БАДы и препараты в состав которых входит киркозон уже запретили ряд стран. Кстати совсем недавно. Это Германия, Австрия, Тайвань, Великобритания и последняя по датировке среди них Россия. Россия тоже на таможне больше не пустит никакой БАД и никакой препарат с киркозоном. Напоследок я обычно привожу какие-то противопоказания по растениям. А тут наверное не буду. Просто советую его не употреблять в никаких лекарственных целях. Потому что растение может действительно задать пистонов. не 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 Продолжение следует...